МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отец, мы благодарим Тебя за милость, которую Ты даровал нам. Будь сегодня в Твоем Сыне, быть сегодня в Твоей церкви, Господь. И я молю, Отец, я прошу, чтобы Ты благословил сегодня каждого, кто присутствует на этом месте. Благослови также каждого, кто сегодня присутствует возле экрана, Господь. Кто может вдалеке, в отпуске, в поездке, Господь, или может дома. Благослови. Пусть Твое помазание, Боже, оно будет пребывать. Пусть поток Твоей милости от Твоего престола, он изливается, Господь. На это служение, Господь. Касайся каждого. Ты видишь нужды, ты видишь проблемы, ты видишь каждый, кто сегодня с чем стоит и с чем сегодня живет. Будь сегодня ответом, Господь. Проговаривай, Отец. Посылай свое слово, которое будет врачевать, которое будет освобождать, Господь. Прославься, Отец, сегодня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Да. Мы всегда туда, в Индию, привет передавали. Уже вернулся наш лидер молитвенного служения. Слава Господу. Давайте мы ее поприветствуем. Она там была, служила. Она всегда приезжает с особыми переживаниями с Индией. Потому что, когда живет в пастырском доме и видит все, что происходит, и потом как-то так, с такой даже любовью, даже, вау. Слава Богу, кому-то есть возможность куда-то поехать и пожить, и посмотреть на жизнь служителей изнутри. Особенно для молитвенников это очень хорошо, чтобы потом молились хорошо. Слава Богу. Потом, Аллочка, мы рады тебя видеть, ожидали. И, слава Богу, в конце уже месяца у нас молитвенная школа. Слава Господу. Первый урок у нас будет экзаменационный, потому что я давал домашнее задание. Ну и немножко там матчасти тоже получим. Но поэтому стартуем. Слава Господу. Итак, у нас сегодня 78-й псалом. Как бы я ни оттягивал, но все равно надо его читать. Что временами, мне-то сейчас приходится чаще псалмы читать, помимо того, что я читаю еще какие-то места в Писании, а сейчас псалмы приходится чаще. Я так в один из вечеров сижу, думаю, Господи, теперь я понимаю, почему ты слышишь проповеди только первый, двадцать второй и девяностый псалом. И потом я смотрел на 78-й псалм. Но, слава Богу, когда Бог дает понимание, и на самом деле, когда ты подходишься для того, чтобы учиться прежде всего самому, и потом учить Церковь Божию, он становится на самом деле благословением. Потому что очень такой, на мой взгляд, очень тяжелый, очень такой сложный псалом. Он описывает один из периодов жизни израильского народа. Но, к сожалению, и в нашей жизни тоже бывают такие тяжелые периоды. И, как я говорю, что не всегда в сложные, тяжелые периоды в своей жизни мы правильно мыслим и мы правильно поступаем. Вот почему Библия, она нас этому учит. Прежде всего, правильно мыслить. В любых ситуациях, в хороших ситуациях, в тяжелых ситуациях. Потому что, когда ты смотришь на этот псалм, ну, на самом деле, это плач. На самом деле, это крик. Но с большим таким тучным уроком для нас. То есть, на этот псалм можно смотреть под разными углами. Потому что у меня, естественно, когда я изучаю Слово Божие и, допустим, этот псалм, у меня возникает такой вопрос. Мне хочется знать, что побудило Асафа написать этот псалм? Вот что побудило? Какая ситуация? Потому что большинство псалмов, они написаны с какой-то... Они связаны с какой-то ситуацией. Но я и на его жизнь смотрел. Потому что вот какие-то моменты... Мне хотелось бы знать как-то, что происходило именно исторически. Но к этому я не пришел, не увидел. То есть, я не увидел. Может, если кто-то, где-то у кого-то есть какое-то понимание, что побудило Асафа написать этот псалм? Естественно, очень тяжелая, сложная такая ситуация. Можете, конечно, поделиться со мной. Мне будет очень интересно. Но сегодня будем касаться того, что я вижу и то, что я понимаю. То, что Дух Святой мне дает понимать для того, чтобы учить Церковь Божью. Церковь Божью наставлять на самом деле в истине. Для того, чтобы каждый из нас, он способен был, как я уже сказал, мыслить. Правильно мыслить. Почему? Потому что за наше мышление идет большая борьба. Для того, чтобы внедриться, знаете, вклиниться в наш разум. И чтобы наше мышление... Уловить наше мышление и держать как на поводу. Поэтому множество разных способов. Множество сегодня разных методов, каким образом люди пытаются уловлять, пленять разум людей. Но мы всегда должны пленять свой разум в послушание кому? Мы к этому призваны. Да, в послушание Христу. Библия нас к этому призывает. Призывает, чтобы пленять всякое помышление, которое восстает против Бога, помышлять его в послушание Христу. Это наше призвание. И вот вопрос в том, что... Каким образом пленять? Это, естественно, через Слово Божье. И вот 78-й псалм. Я уже делаю какую-то такую, может, интригу. Я не знаю, кто-то читал этот псалм, не читал этот псалм. Потому что я понимаю, что, может, даже в какие-то определенные моменты жизни даже такие псалмы, они будут как ободрение. Они будут тоже как вдохновение. И ты скажешь, фу, слава Богу, не я один. Как апостол Павел говорит, будем хвалиться скорбями для того, чтобы для некоторых будет это утешение. Потому что есть понимание, что не одним мы страдаем. Есть кто-то тоже страдает. Что временами даже вот таким образом тоже чья-то скорбь, чьи-то переживания тоже они являются как утешение. Потому что, когда я смотрю на этот псалм, я понимаю, что он адресован, в первую очередь, для израильского народа. Но я, когда смотрю на этот псалм, у меня почему-то ассоциация протягивается в отношении Украины. Вот почему-то ассоциация в отношении Украины. Кто у нас сегодня? Алексей. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царство, которое имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмещение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седьмикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твои пажите овцы, вечно будем славить Тебя и в рот и рот возвещать хвалу Тебе. Слава Богу. 13 стих, сладкий стих, да? 12 стихов, когда ты читаешь, ты понимаешь, это на самом деле это плач. Это плач, вот если кто-то когда-то читал Иеремию, книгу «Плач Иеремии», там, где Иеремия, он изливает тоже свою душу, свои переживания. И вот здесь первый урок, который мы для себя должны извлечь, это неравнодушие Асафа к земле, в которой он живет. Многие люди, когда они видят даже проблему в своей земле, допустим, взять сегодня Украину, многие по-разному реагируют на то, что они видят. Не всегда эта реакция правильна, потому что правильная реакция, если мы видим какую-то нужду и мы видим какую-то проблему, и эта проблема, она оборачивается молитвой, она возносится молитвой к Господу. Здесь Асаф, то, что он переживает за Иерусалим, он видит то, что нашествие язычников пришло в Иерусалим, разрушили храм, мало того, рабов убивают, и эти даже трупы они не хоронят, потому что у евреев, у них в традиции было, ну, это как похоронная церемония, если человек оставался на улице, то есть это, ну, это нонсенс, то есть это сама культура. И вот как раз то, что он видит, то, о чем он и переживает. Естественно, возникает вопрос, почему это происходит. Можно увидеть, почему это происходит, это когда мы начинаем целостно смотреть на Библию, потому что всякий раз, когда вот такая вот ситуация происходила, мы понимаем, что это было связано с отступничеством Израиля. И можно видеть серьезность Бога, как Бог относится вообще, вот такие вот вещи допускает. Но в словах Асафа нету горечи, нету обиды. То есть понимая то, что сегодня это происходит, допустим, в Иерусалиме, это жуткая картина. То есть видеть своими глазами разрушенный храм, видеть то, что язычники топчутся в этом храме, когда ты всю жизнь воспитывался в культуре, что храм — это святое место, это святыня. И вот такая вот ситуация происходит. Мало того, что убивают, кровь льется рекой. И он здесь, он не в какой-то обиде, не в каком-то ропоте. Вот почему я говорю, что есть необходимость, даже когда мы в своей жизни сталкиваемся с какой-то сложной ситуацией, есть необходимость стремиться к тому, чтобы правильно мыслить, не опуститься в ропот. Потому что здесь можно опуститься к сетованию, сказать, ааа, Бог, вот это, это, ты же любовь, ты же то-то-то-то-то, вот выставлять какие-то претензии. Но когда ты смотришь здесь, у него нету никаких претензий. Почему? Потому что он здраво оценит, он понимает то, что произошло, для этого есть повод, для этого есть причина. Мне нравится это то, что не скрывается, то, что Библия, она не скрывает. Вот даже в этом псалме, когда Асаф, он показывает эту картину, он не скрывает. Почему? Он показывает то, что есть другая сторона в жизни. И от этой стороны есть необходимость уворачиваться, уходить. Почему? Потому что Бог, Он есть судья, и Он справедливый. Потому что вот когда смотришь на псалмы Асафа, у него четкая линия такая прослеживается, как Бог судья, Бог всемогущий. И вот это то, чему и мы в сегодняшний момент точно так же мы должны этому учиться, стремиться к этому пониманию, что, послушайте, Бог всемогущий, Бог справедливый. Не стоит играться, не стоит идти на какой-то компромисс. Выбрал идти за Богом? Иди. Вопрос не в том, что даже там ты, может, в церкви приткнулся или на каком-то служителе приткнулся. Это будет. Мы будем притыкаться, мы будем соблазняться. Но вопрос в том, что на Боге мы никогда не приткнемся. И на Боге мы никогда не соблазнимся. Это то, к чему мы должны и приходить, что идти за Богом. Знаете, вот я смотрю на этот псалм, и я вижу нотку патриотизма, правильного патриотизма. Не идиотизма, а правильного патриотизма. Он ходатайствует за Иерусалим. Вот можно смотреть на псалмы. Псалмопевцы, они часто молятся за Иерусалим, просят мира для Иерусалима. И для нас сегодня, как для жителей этой земли, это тоже хороший пример. Что не только мы должны благословлять Иерусалим. Послушайте, в первую очередь мы живем в этой земле, и видя какие-то беззакония в этой земле, это то, что мы должны делать. Мы должны молиться за эту землю. Вот почему, видя беззаконие, оно будет нас приводить к тому, что будет рождаться ходатайственная молитва, ходатайство за эту землю. Вот точно так, как делает это Асаф. Он возносит, он возносит эту молитву. Потому что, когда я смотрю на третий стих, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мне вспоминается на память момент, когда в Славянске, в начале войны, которая пришла в Украину, когда в Славянске убили служителей и издевались над этими трупами. То есть где-то какая-то есть параллель, потому что периодически даже эта земля, она переживает это отступничество. Взять прошлый век, когда орда коммунистов пришла на эту землю, сколько храмов, которые были разрушены, церквей, сколько было разрушено, сколько священников, пастырей, которые были убиты. За что? Не за что. Только за то, что они служили живому Богу. Вот почему я смотрю на этот псалм, и у меня где-то такая вот параллель к Украине. Это то, что сегодня церковь, она должна тоже занять такую позицию, как занял Асаф, вот ходатая, священника, который стал перед Богом. Кажется, где все остальные люди? Кто чем занимается? А он стал, и он молится за Израиль. Не помяни нам грехов наших, наших предков. Скоро да придворят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Вся страна в депрессии. Вот смотрю на Украину, точно так же. Страна истощена. С кем только ни загорив, все пух, 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 выхлопают. Но никто не возносит свои молитвы к Господу. Он возносит свои молитвы. Не помяни грехов почему-то, потому что это произошло. Даже сегодня то, что происходит в Украине, ну по причине чего? По причине грехов. Мы очень удобно находим кого-то виноватый. Тот виноватый, тот виноватый, тот виноватый. Но когда смотришь на Ветхий Завет, когда Бог обращается к Киру, идолослужитель, язычник. И он говорит, помазанник мой, я его приберег для определенного времени. Вот точно так же сегодня церковь, она должна понимать, что есть события, которые происходят. Но послушайте, тот, кто может остановить эти события, может остановить Бог. Вот поэтому у меня есть желание, чтобы в церкви они собирались и они молились, украинские церкви они собирались и они молились к Богу с пониманием того, что ситуацию в этой стране может остановить, изменить только Бог. Пропитываться вот этим патриотизмом за эту землю. За эту землю. Господь, смилуйся. Но уже истощены, уже нету, то есть уже все, уже морально. Яви свою милость, потому что ни на какие заслуги нельзя опереться. Нема чем что-то поднять и сказать, Господи, ну вот это. Ну, только просто помилуй. Только помилуй. Помоги нам, Боже, спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Это самый, наверное, жуткий укор, когда ты слышишь в адрес верующих людей. Когда у тебя какая-то ситуация, и сразу же с таким сарказмом, с такой издевкой находятся люди, которые будут, ну а что, одежь твой Бог. Ты вот ходишь, молишься, служишь там, да, ты туда вот тянешься во всякое время, в холод там, это. И самое жуткое, и он, говорит, поднимает и говорит, ну сколько уже вот эти вот язычники будут издеваться, говорит, где Бог? Где Бог? Мы-то понимаем, где наш Бог? Он на месте. Он правит, он царь. Да придет при лицо твое стенание узника. Стенание. Вот это ходатайство. Что это не просто так, а, Господи, благослови. Нет, это стенание. Вот почему я верю, что это какое-то особое время, когда Бог будет поднимать ходатаев. Вот в самом начале, когда эти события начали происходить в Украине, у меня пришло такое понимание. Это время, когда Бог будет поднимать ходатаев. Людей, которые неравнодушны, которые не игнорируют, не закрываются от проблем, которые в этой земле, я имею в виду церковь, не закрываются, не пускаются там в какой-то такой религиозный такой какой-то фанатизм, все в игноре там то-то. Нет, они переживают. И вот Ассав, он показывает для нас этот пример, его переживания, правильные переживания. Не просто какие-то проклены, не просто какой-то ропот. Ты видишь, я вот, я вот тут-то-то-то-то. Нет. Он просит о милости. Вот почему мы и молимся общецерковные, почему мы собираемся на молитвы по одной только причине, потому что это на самом деле это здравый патриотизм, понимание того, что эту ситуацию в этой земле может изменить только Господь. Потому что даже своими смотришь глазами, ты понимаешь, чем дальше, тем темней, темней, сложней, сложней, трудней. Многие теологии, они начинают рассыпаться, многие учения, которые там были, они просто как песочек рассыпаются, и ты приходишь к одному, к пониманию того, что ты нуждаешься в милости и в помощи, в помощи Бога. Поэтому многие, те, кто будут пропитываться, потому что я верю, что это время, как время Ниимей, время Асафов, что как Ниимей услышал о Иерусалиме, который разрушен, его лицо, оно изменилось, все, не кушать, ничего, все, насколько он пропитался этой нуждой, насколько он пропитался, вот дух этот, ходатайство, он пришел на Иезекиилю, на Иеремию, которые точно так же, они были, пропитались этой проблемой. Одно, Господи, помилуй, вот точно так, как Асафов, Господи, помилуй. Это время, знаете, как апостол Павел, когда читаешь о его жизни, он говорит, я готов быть вообще отлучен за своих сродников от Христа, ради того, чтобы они получили спасение. И ты понимаешь, что в определенное время были такие люди, вот точно так же и церковь сегодня, она растет, она растет духовно, она в состоянии принимать ответственность, и самое важное, она способна видеть глазами священника, глазами священника, смотреть на эту землю, смотреть на эту ситуацию, понимая то, что Бог их привлек, и это не привлек, это не привел их в цирк или в театр. Знаете, кто-то был когда-то в цирк, ты пришел, сел в цирк, и ты ожидаешь, сейчас будут клоуны бегать, скакать, какое-то развлечение, или ты, допустим, пришел в театр, ты смотришь, ага, сейчас будет какое-то представление. Церковь, это не цирк, и это не театр. Церковь, она имеет определенную миссию, и вот по мере того, насколько она возрастает, я понимаю, что не все хотят возрастать, в среду была чудесная проповедь пасторя Любы, не все хотят возрастать, большинство хотят оставаться в своем младенчестве, остаться в своем младенчестве, и вот по жизни быть в детском саду, не брать никакой неответственности, ни к чему не идти. Но я знаю, что даже на фоне таких людей Бог будет поднимать Асафов, Ниеми, Даниилов, других людей, которые переживают, которые пропитаны, которым небезразличны даже то, что происходит внутри самой церкви. Что некоторые, когда какая-то сложная ситуация, они наоборот наполняются сарказмом, и они наоборот потирают руки. О, вот так вот, да-да-да-да, конечно, вот теперь. О, да-да-да-да-да. Ты понимаешь, о чем это говорит? О том, что это люди какие? Младенцы. Они остановились, и ты думаешь, ну они же там сколько в церковь ходят? Да послушай. Не количество проведенных трудодней в церкви свидетельствует о духовном росте, о том, что человек вырос. Вот поэтому этот псалм, он очень зрелый, он рассчитан на зрелых людей. На зрелых людей, которые будут слышать и понимать, что даже сегодня, когда в церкви люди, какой-то беззаконие, какие-то вещи происходят, просочились какие-то злые люди, и некоторые, да, я вас умоляю, или какой-то беззаконие, да, язычники топчут храм, ну и что, пусть Бог там как-то. Нет, те люди, которые поднимаются, которым не все равно, которые переживают о том, что происходит с церковью, знаете, которые внутри своего сердца, они рыдают, они вопиют даже, когда что-то в жизни у каких-то служителей происходит, какое-то падение, сокрушение. Я недавно опять услышал об одном человеке, который служитель, у него тоже какие-то проблемы. И откровенно, честно, сердце как-то наполняется какой-то печалью. Господи, утешайся, я понимаю, ну, что-то происходит. Ну, жизнь дальше продолжается. Жизнь дальше продолжается. Боже, язычники, пришив наследие Твое, осквернили святой храм Твой. Вот точно так же, как и сегодня люди, есть, которые, они не освящают, они наоборот, в Дом Божий, они приносят осквернение. Из-за них хулится даже имя Христово. Вот, это христиане. И можно руки так опустить, сказать, ну, что ты поделаешь? Нет, наоборот, подниматься как Асав. Наоборот, а говорить Слово Божие. Наоборот, не стесняться, не бояться, что кто-то оставит храм. Я на днях сидел, размышлял, я говорю, Господи, Иисус, я смотрю на Тебя, и я насколько понимаю, ты не боялся потерять своих последователей. То есть, полная свобода, способность говорить истину, правду, без компромисса, ты не боялся. Я сидел, размышлял, потом пришел к Тому, Господи, дай мне такое дерзновение говорить и не бояться. не быть сладеньким певцом, а быть Твоим, быть Твоей трубой, быть Твоим сосудом. Я понимаю, что даже то, что в моей жизни это происходит, это тоже, Бог меня тоже к чему-то подводит, потихоньку к чему-то приводит. Ты начинаешь что-то видеть, потому что первые мои шаги со Христом, даже когда я Евангелие изучал, я видел одно, я видел одно. Время пришло, когда я начинаю видеть, к этому начинают дополняться еще какие-то вещи, потом со временем еще какие-то вещи начинают дополняться, потом еще я чувствую, как внутри у тебя моментами начинает подниматься какой-то святой гнев даже за церковь Христову. Вот точно так, как у Асафа, вот поднимается этот святой гнев, это не просто ропот, это святой гнев, Господь, язычники вошли в наследие, послушай, топчут в храмах. Мне на прошлой неделе один человек выслал фотографии люди такие в этих буденовках, ну вот, комсомольцы, это 20-е года, насколько я понял, когда громили храмы. И такие умалишенные, такое впечатление, вроде больницу Павлова выпустили, одели им эти буденовки с такими рожами, и они с этими, с храма повытаскивали, там разные, ну, кубки, там, иконы, ну вот, всякую утварь эту, и стоят на пороге храма с этими рожами, в историю вошли. Отпечаток, знаете, даже бесовский такой отпечаток на этих лицах. было такое время, было такое время. Не на все мы можем найти ответ, но я знаю, что в любое время нам необходимо достойно прожить и пройти. Достойно. И то, что нам поможет пройти и выставить, это как раз Слово Божие. Что я смотрю на этот 78-й псалом, он как, как микстура, как лекарство. Кому-то в какой-то момент ложечку, когда ты наполнен сарказмом, и ты рад, а, наконец-то. Церковь. Как я помню, один, с одним человеком общался, он говорит, ничего, скоро ваши церкви закроют. А сам в какой-то момент тоже ходил в эту церковь. А я поехал его больного проведать. Скоро вас закроют. Я такой, ну, что я мог сказать, на всю волю Господнюю. Мне, конечно, потом не хватило дерзновения быть утешением, молиться за исцеление. Ну, говорю, на всю волю Господнюю. Поэтому для меня это было тоже так, большим таким удивлением, что, оказывается, могут быть люди в церкви и совсем по-другому относиться даже к самой церкви. Совсем. Они в церкви, но они, как язычники, просто топчут эти дворы, для того, чтобы имя Господне, оно было, знаете, как в поругане, оно было просто в хуле. Поэтому, когда я слышу от некоторых, ну, он же верующий, он же в церковь ходит. В какой-то ситуации. Ну, как он может так поступать? Каждый вправе поступать, как хочет. Каин вообще Авеля убил. Сказать, что Бог ничего не видел, все видел. И Бог ничего не говорил, все говорил. А вот Каин решил поступить по-своему. Ты скажешь, почему Бог тогда попускает? По одной только причине. Если Бог не будет попускать, то Бог тогда станет злым Богом. Ему придется зло побеждать злом. Поэтому, то, что Бог делает, Он посылает свое слово, говорит свое слово. И на какие-то вещи Он смотрит через призму вечности. Даже на наши обстоятельства Он смотрит через призму вечности. У некоторых будет, как в том анекдоте, бабушка с дедушкой на небо, мне тоже кто-то прислал, я так смел. Бабушка с дедушкой на небо попали, идут, птицы поют, трава зель, ну все, ну как на небесах. Дед идет, баба, пух, под затыльник. А что такое? За что? Говорит, ты своими диетами, вот этим правильным питанием, уже, говорит, лет 20 бы назад тут ходили бы. Поэтому есть вещи, которые, да, выставить. Поэтому если и сегодня кто-то есть, когда вам кто-то кричит ваш след, ну где ж твой Бог, где ж твой Бог, ответьте ему смело, мой Бог на небе, мой Бог на небе, мой Бог царствует. И все, будем смотреть по конечным, по конечной, то, что будет в конце. И в завершение, 13 стих. А мы, народ твой, и твоей пажати овцы, вечно будем славить тебя и в рот, и в рот возвещать хвалу. Как в самый конец, то, что Асав делает, как в завершение всего этого, он подводит и ставит такую точку. Все то, что происходит, да, это все временно. Но то, что будет в нашей жизни вечно, это то, что мы будем овцы твоей пажати, это то, что мы будем петь, как там написано, славить тебя и в рот, и в рот возвещать хвалу тебе. Поэтому давайте поднимемся, попросим наших левитов. сегодня в какой ситуации? Может, сегодня кто-то смотрит на 78-й псалм и говорит, вот-вот-вот, как раз шестой стих это с моей камни. А кто-то скажет, вот-вот-вот, первый стих это как раз камни. Это камни. Но послушайте, есть сегодня необходимость посмотреть на самый последний стих и сказать, я овца твоей пажати, я твой народ. И то, что я буду делать, я буду славить в рот и рот. То есть, я буду славить, мои дети после меня будут славить, мои будут славить Господа. по имя Иисуса. Аминь. Поэтому, Украина, наполняемся этим патриотизмом и сегодня возносим хвалу, и сегодня возносим молитву за эту землю. Господь, смилуйся, смилуйся. Сегодня много грабителей, которые поднялись и грабят, разворовывают эту землю. Ты сказал словами Исаии, грабят, поднимется и тебя грабят, снесут все во имя Иисуса. Есть Бог, который праведный судья, который будет судить. А наше дело стоять перед Богом, ходатайствовать за то, о том, чтобы Бог явил свою милость на эту землю во имя иисуса. 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 иисуса.